Продолжение следует... Имеет ли дитя, которое было зачато в такой ситуации, право на жизнь? Вы видите, ситуация намеренно ставится в такой форме. Мы смотрим на нее с точки зрения права ребенка на жизнь, а не с точки зрения права женщины на свободу выбора. Я мог бы сказать, что самое главное, что нам нужно здесь рассмотреть, это имеет ли женщина право контролировать, что ей можно и что нельзя делать с ее телом, от нее здесь зависит решение или нет. Теперь, если я обращусь к этой проблеме с такой позиции, означает ли это, что я непременно являюсь нон-консеквенциалистом? Другими словами, может ли нон-консеквенциалист рекомендовать аборт? Если да, то каким образом? Мне кажется, что могут быть случаи, когда право на выбор становится приоритетным. Становится, я бы сказала, правом на помощь, что в свою очередь может привести к праву лишить ребенка жизни. Во имя права на жизнь. Да. Многие сторонники свободы выбора спорили, говоря, что они не считают, что нерожденный ребенок не имеет никаких прав. Но они иногда выражают это таким образом, что права действительной личности должны превосходить права потенциальной личности. И, исходя из этого, они поддерживают мнение, что дитя, которое еще не родилось, не квалифицируется как действительная личность, а только как потенциальная личность. Что ж, если мы убедим хотя бы кого-то из сторонников свободы выбора признать идею потенциальной личности, то это будет уже большая победа. Но они все равно скажут, что действительная личность всегда имеет большие права, чем потенциальная личность. Я согласен с вами. В действительности можно быть нон-консеквенциалистом и все же в определенных ситуациях советовать сделать аборт. Что вам нужно делать в этой теории, так это и в этом случае. Вам все же нужно оперировать моральными правилами, принципами и обязательствами, которые бы направляли ваши действия в этой ситуации. И в вашем суждении может быть правило сохранения жизни, нелишения жизни, а также и правило, по которому вы дадите людям свободу делать все, что они захотят со своим организмом. И при этом рассуждение может случиться такое, что в подобном случае эти различные права будут конфликтовать между собой. Вы не можете одновременно и разрешить матери делать все, что ей угодно со своим телом, и при этом сохранять уверенность, что нерожденное дитя останется в живых. Потому что, если вы дадите матери право выбора, она может принять решение абортировать ребенка. По счастливому стечению обстоятельств, она может решить, что нужно сохранить дитя, и тогда не будет конфликта между ее правом выбора и правом ребенка на жизнь. Но нет гарантии, что так оно и будет. И тогда ваш собеседник может сказать, видите, я думаю, что в этом случае право матери на выбор превосходит право дитя на жизнь, каким бы это право ни было. Любой может оспаривать это, потому что может считать, что право действительной личности превосходит право потенциальной личности. Или, возможно, человек может считать, что эмбрион даже не является потенциальной личностью. Что бы вы сказали, если бы вы спросили эту женщину, каков срок вашей беременности? Она бы ответила, знаете, прошло немногим более двух недель с тех пор, как мы спали вместе последний раз, и я не знаю наверняка, что это произошло, что я беременна. Но я боюсь, что я уже замечаю определенные изменения в моем организме, и меня это настораживает. Вы знаете, мне, наверное, нужно было принять специальное противозачаточное лекарство, и в течение первых нескольких дней, сразу же после этого, или таблетки, которые называются на следующее утро, просто чтобы иметь уверенность, что я не забеременела. Скажете ли вы ей на это, знаешь, тебе действительно следовало бы применять эти лекарственные средства? А может быть, вы сразу же осудите это, или, как консекенциалист, вы, может быть, именно так и сказали бы. Но если бы вы даже и сказали бы это, она все равно вернулась бы к реальной ситуации и сказала бы вам, сделанного не воротишь, мне нужно знать, что мне делать сейчас. Есть ли что-то еще, что вы бы хотели сказать ей в этой конкретной ситуации? Пожалуйста. Мне интересно, можно ли здесь применить иерархию ценностей при принятии нравственных решений? Может быть, эта девушка, о которой мы говорим, следует какой-то своей этике? Что если она скажет, я собираюсь сделать аборт, зная, что это плохо и не по Библии? Если она скажет что-то наподобие этого, мы скажем, ты же знаешь, что это грех, не делай этого, и так далее. Она ответит, если я не сделаю аборт, то я убью себя. Я не знаю, как еще выйти из этой ситуации. И что тогда? Теперь нам нужно будет решать, спасать одну жизнь за счет другой? Или иерархия моральных решений может быть как-то слегка перевернута? Кайл представляет, что когда эта женщина пришла поговорить с вами, то вместо того, чтобы рассказать о своей ситуации и сказать, я не знаю, что делать, подскажите мне, вот вместо этого она говорит, я просто хотела, чтобы вы знали об этом. Я уже приняла решение сделать аборт, и если вы скажете, что я морально не имею права на это, то я думаю, я просто убью себя, потому что я просто не могу себе представить, как я переживу эту беременность. И вот Кайл спрашивает, будет ли ваша иерархия ценностей как-то изменена в применении к этому случаю? Может быть, вы примените вашу иерархию как-то по-другому? Что вы думаете? Что можно ответить на это? Пожалуйста. Я постараюсь убедить ее в ценности ее жизни. А также я постараюсь убедить ее в ценности жизни и ее ребенка. Жизнь человека бесценна. Я попытаюсь убедить ее в ценности ее жизни. И скажу, что она не должна убивать обоих вместо одного. И попытаюсь разъяснить, как это плохо будет, если она погубит обоих. Так что я бы скорее убедил ее сделать аборт, а не убивать себя. Понятно. А что другие постарались бы порекомендовать? Я не думаю, что у меня есть какие-то моральные обязательства убедить ее в том, что аборт ей делать нельзя. А что, если она наложит на себя руки? И тогда я же и буду нести за это ответственность. То есть скажу ли я ей не делать аборт или промолчу ли я. В любом случае, это будет путь в никуда. Да. Я думаю, что сначала нам нужно выяснить, насколько серьезна ее угроза совершить самоубийство. Может быть, она просто блефует. Или она действительно серьезно может решиться на это. Если так, тогда мы поставлены перед выбором. Я чувствую, что первое, что нужно сделать, это понять, что побуждает ее к такому поступку. Возможно, она боится быть отвергнута, если родит ребенка, или быть отвергнута, если прервет беременность. А также, возможно, нужно помочь ей осознать свою вину и позволить любви Христа проявиться, дать ей знать, насколько она любима, как велика к ней любовь Христа. Нужно поговорить с ней, объяснить, что Христос желает простить ее, и помочь ей попытаться довериться Богу, а также увидеть, есть ли у нее желание освободиться от бремени греха. Вот в таком русле я строила бы с ней разговор. Хорошо. Я думаю, все это очень полезно. И мы, возможно, должны определенное время посвятить тому, чтобы поговорить о том, как сильно Иисус любит это дитя. В этом процессе мы должны и об этом говорить, потому что Господь любит дитя так же, как Он любит и ее. Знаете ли, есть и другое альтернативное решение, которым она может воспользоваться. И это решение в том, чтобы она выносила ребенка и, родив, отдала дитя на усыновление. И если она скажет, нет, я не хочу этого, тогда вы можете сказать, а почему вы не хотите? И тогда она может ответить, знаете, тогда всем станет очевидно, что я беременна вне брака. И, возможно, также люди узнают, что отцом является кто-то из ближайшего родственного окружения, и что мы совершили инцест. Возможно, этим также заинтересуется и полиция, если она еще несовершеннолетняя. Как нон-консеквенциалист, как вы думаете, чтобы вы ответили ей на это? Конечно, вы можете просто повести себя, как слон в посудной лавке, тупо упереться и стоять на своем, сказать, я буду поступать в рамках закона. Надеюсь, вы не поведете себя так. Я думаю, в определенный момент нам, возможно, нужно будет сказать ей что-то о том, что есть последствия греха, и будет невозможно очистить и восстановить все разрушения, которые происходят в результате греха. Но, надеюсь, мы попытаемся уменьшить степень разрушения. Однако, я бы попытался отпугнуть ее от размышлений о последствиях этого и направить ее мысли на нахождение этических норм и правил, которые бы направляли ее в этой ситуации. Да, пожалуйста. Думаю, я постаралась бы объяснить ей, что аборт отнюдь не решит ее проблему и, более того, может вызвать целый ряд дополнительных трудностей. Сейчас их все даже и не предусмотришь, и, вполне возможно, она вскоре будет горько сожалеть о содеянном. Или же наоборот. Аборт превратится для нее просто в метод контроля рождаемости. В то время как аборт – это далеко не просто медицинская процедура. С ним сопряжена масса проблем. И с этим потом придется разбираться. Хотя в данный момент, вероятнее всего, она об этом даже и не подозревает. Хорошо. Если мы стоим на позициях нон-консеквенциалистов, то вот эти аргументы, которые только что были приведены, достойны ли они нашего внимания и доверия? Я думаю, мы все скажем, было бы хорошо раскрыть перед ней все эти вещи. Но как нон-консеквенциалистам? Не покажется ли нам, что этими аргументами мы представляем ей не моральное руководство, а вместо этого мы представляем ей доводы рассудка? Как вы поможете ей представить правильное моральное решение? Но я бы сказала это ей, исходя из того, что она является консеквенциалистом. И в нашем разговоре мы будем придерживаться именно этой линии рассуждения. Абсолютно правильно. Я думаю, вы совершенно правильно подняли эти вопросы. Такие вопросы и надо поднимать в подобных случаях. Я поднимаю этот вопрос для того, чтобы отойти немного и посмотреть со стороны. И оценить, какого сорта аргументацию мы здесь применяем. А также, чтобы увидеть, что для кого-то, стоящего на позициях нон-консеквенциализма, такого сорта совета могут показаться не нравственными, а просто рассудочными. Наверняка так посчитал бы и Эммануэл Кант или его последователи. Когда мы стоим перед выбором, суицид или аборт, оба эти пути означают одно – смерть. И в этом случае смерть и жизнь как бы уравновешивают друг друга. Сначала вы дали нам инструкции, а потом перешли к рассуждениям о последствиях. Как можно все это сопоставить? Мне кажется, что здесь не просматриваются какие-либо ясные принципы в иерархии ценностей. Я не вижу здесь ценностей, которые были бы однозначно выше. В результате любого из двух решений – смерть. Хорошо. Я думаю, вы попадаете прямо в цель таким вопросом. В подобной ситуации я бы действительно внимательно выяснил, насколько серьезно она говорит о совершении самоубийства. И я думаю, что я бы попытался привести аргумент, который был высказан кем-то несколько минут назад. «Послушай», – я бы сказал ей, – «если ты совершишь самоубийство до рождения ребенка, то не только твоя жизнь будет погублена, но погибнет и твое дитя. Разве нет другого, более нравственного выхода из этой ситуации? Мы можем сохранить или одну, или другую жизнь, или мы можем даже сохранить и обе ваши жизни. Но ты не обязана убивать себя, если ты решишь не вынашивать ребенка. Или, вернее сказать, если ты решишь не делать аборт. Я думаю, что с самого начала нужно попытаться предоставить ей альтернативное решение тому выбору, который стоит перед ее глазами. Или ребенок должен умереть, или я. Но если я на самом деле смог бы вывести ее за пределы ее рассуждений, если бы я убедился в том, что она упорно думает, что она обязана родить этого ребенка, а раз так, то ей лучше убить себя, чем на это пойти, в этом случае, я думаю, вы правы. В такой момент, по вашему суждению, ситуация может быть разрешена, и оба останутся живы, и никому нет необходимости расставаться с жизнью. Но она так не видит ситуацию. И единственное, что может достучаться до нее, это если вы опишите ей результат того, что она собирается сделать. Так что, возможно, вам придется пойти этим путем. Но вот к чему я обращался в процедуре принятия решения. Вы абсолютно правы, что подняли этот вопрос. Рад, что вы сделали это. Если же, предположим, конфликт настолько реален, что нет возможного пути выхода из него, так, чтобы спасти всех, вопрос в действительности стоит так. Или, или. Да, пожалуйста. Если бы я был нанконсеквенциалистом, вы бы сказали мне, выбирай, самоубийство или аборт. И при этом я, повторяю, не следую линии принятия решений консеквенциалистов в этот момент. Так вот, думая о том, что мне не приходится выбирать между двумя нравственными принципами, а скорее приходится делать выбор между двумя плохими решениями, и, может быть, также и третьим плохим решением – обвинить кого-то еще или противопоставить молодых людей друг против друга. Так что думаю, что мое решение, как нонконсеквенциалиста, должно быть в том, чтобы выяснить, какой принцип выше – держаться ли мне своей теорией или спасти ее жизнь. Так что я бы стал консеквенциалистом, я предложил бы ей альтернативные пути выхода из ситуации. Я бы сказал ей, ты можешь поступить так, или так, или так. Это уведет ее от пути самоубийства к более лучшим путям выхода. Хорошо. Подождите, я не уверен, что рассмотрение альтернативных решений сделает вас консеквенциалистом. Я думаю, вы просто сделаете попытку сказать «Вот еще несколько возможных вещей, которые вы могли бы сделать». И, решив поступать так, вы не нарушите принципов, которых мы здесь придерживаемся. Хотя в нашем случае мы говорим о ситуации, где применим в основном один моральный принцип. Но здесь он применяется к двум индивидуумам. И, кроме того, существует опасность, что этот принцип не будет соблюден по отношению к обоим людям. Этот принцип звучит так – «не убей». И этот принцип применяется к неродившемуся ребенку равно, как и к его матери. Если она говорит «Я не могу исполнить этот принцип в отношении обоих, и меня, и дитя, и я предпочту потерять жизнь дитя и сохранить мою жизнь», в таком случае, к сожалению, мы не можем убедить ее, что есть другие пути разрешения данной ситуации. И тогда я не думаю, что как нон-консекенциалист я скажу «Знаете, поступайте на свое усмотрение. Сделаете ли вы аборт или не сделаете, это будет одинаково хорошо». Потому что, по моему представлению, есть и другие альтернативные пути, которые она отказывается признавать. Например, родить ребенка и отдать его на усыновление. Итак, по-моему, это не тот случай, когда у женщины не остается никакого иного выхода. Просто она отказывается признавать и рассматривать любые другие варианты. Так что она как бы сама создала этот сорт нравственной дилеммы, морального конфликта, через нежелание рассмотреть альтернативные выходы. Да, пожалуйста. А может, если она отстаивает свободный выбор женщины, то есть допускает аборты, стоит попытаться поговорить с ней на ее же языке? Что ж, я думаю, будет полезно попытаться определить, какой этической теории она придерживается. Но если я думаю, что ее этическая теория ошибочна, я не думаю, что я буду использовать эту теорию, чтобы помочь ей принять правильное решение. По крайней мере, я не буду это делать вначале. Я попытаюсь поделиться с ней моим пониманием этики. И если надо, объяснить ей немного, почему я думаю, что моя теория верна. И тогда, с этой точки зрения, я поделюсь с ней, рассуждая о том, какие аргументы осуждают инцест. И только после этого я, может быть, скажу. Знаете, даже если бы я был консеквенциалистом, как и вы, я все равно бы не посоветовал вам сделать аборт вот по таким причинам. Я не считал бы эти причины нравственными. Но я знаю, что они важны для вас. И мне кажется, что даже с точки зрения консеквенциалиста, все равно аборт не неизбежен. Да, пожалуйста. А не кажется ли вам, что это немного упрощенный подход, когда мы определяем эту женщину как либо консеквенциалистку, или нон-консеквенциалистку? Мне кажется, что многие люди живут и оперируют какими-то категориями, подсказанными им жизненной практикой. И так как эта женщина не обучалась в этом классе, она, может быть, не сходит с ума по чьим-то правам. Она, может, просто скажет, да, я знаю, что аборт – это плохо, но я не хотела бы пожинать последствия этой беременности. Так что в практической жизни люди оперируют, скорее всего, смесью различных подходов. Я благодарю вас за это замечание. Я думаю, вы абсолютно правы. Я не думаю, что, исходя из этого, мы должны игнорировать ее морально-этическую теорию и вообще не говорить об этом. Но я думаю, это означает, что когда мы начинаем говорить о нашей морально-этической теории, нам нужно максимально удалить все спецтермины и сложные слова и сделать все, чтобы объяснить ей все, что происходит простым языком. Я думаю, если бы мне пришлось пойти по этому пути, с учетом того, что вы сейчас сказали, большинство людей, вероятно, не слышали таких терминов, как «консеквенциалист» или «нон-консеквенциалист», так что они не будут иметь понятия, о чем вы говорите. Если вы скажете им, что эти теории относятся к различным категориям этических теорий, они, возможно, еще более запутаются. Но вот что я думаю, я бы сказал им в такой ситуации. Я бы сказал, знаете, первое, о чем нам с вами нужно поговорить, это как мы собираемся определять, что хорошо, а что плохо. Если у вас такой основной подход, что неважно, какие применяются средства, тогда главное, чтобы нужный результат был достигнут. Вы понимаете, что это консеквенциализм, но я здесь не использую этот термин. Я использовал такой подход, потому что большинство людей, не имеющих специального образования по философии и этике, поймет меня. То есть, можно сказать так. Не обязательно использовать термин «нон-консеквенциалист», но я использую вот такой подход. Женщина может поинтересоваться моим мнением. Лично я полагаю, что есть некие основополагающие критерии добра и зла. Я нахожу их в Священном Писании. Я считаю, что они даны нам Богом. Поэтому всякий раз, когда мне предстоит принять подобного рода решения, я пытаюсь ответить на вопрос, есть ли в Писании правила, регулирующие решение данного вопроса. Давайте скажем так. Дайте человеку минимум достаточной информации, не перегружая его, чтобы, как минимум, мы могли обсудить с ним соответствующую тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова